Какая была реакция на блокировку клипа «Люби меня»? Честно, я вам скажу, без всяких там этих, я люблю Мизулину, мне она нравится. Я вот сейчас посмотрел, как она пришла на шоу с Карламовым в ВКонтакте. Мне так её стало жаль, потому что у неё реально не спрашивали ничего личного. У неё просто к ней относились как к какому-то роботу-блокировщику. Но мне она, если честно, изначально очень нравится, я даже хотел бы с ней подружиться, познакомиться. Я реально говорю, что она мне нравится, она мне импонирует. И я её на самом деле понимаю, и когда заблокировали наш клип, я на самом деле понял, что это реально всё-таки, ну, весело. Но когда Руслан смонтировал это с поцелуями, когда Руслан всё это так сделал, поцелуи, вот зачем вставлять? Это вообще уже был трэш. С этим припевом это реально гимн поколения. Но я против как бы вот этого всего был бы, если бы мне сказали на монтаже. То есть я понимаю, что это реально пропаганда, и мы правильно сделали, что мы это убрали. Я хочу сказать, что мне очень нравится Мизулина не потому, что надо так говорить, а я реально посмотрел, как она пришла на шоу, и мне захотелось просто её обнять, потому что, ну, до слёз практически я понимаю, как ей тоже тяжело бывает в этом образе и вообще в этой деятельности. Поэтому могу сказать лишь, что она мне как-то почему-то изначально, я чувствую её какое-то радство с ней, я не знаю, знакома она с моим творчеством или нет ранним, но какую-то связь с ней я чувствую, что она всё-таки своя девчонка, и она классная. А на самом деле молодёжь всё-таки рэп жёстко развращает, и вот эти все про употребление, про эти все вещи, я считаю, что это на самом деле правильно, что всё вот так вот меняется, и сами понимаете, сколько дерьма она вычистила, да, то есть с помощью, не только она со своей командой вычистила из России все эти трэш-стримы, и вычистила всю эту грязь наркоблогеров, к которым я никогда не относился положительно, и я всегда говорил о наркотиках в отрицательном ключе. Я никогда не говорил о них в положительном ключе, и я всегда старался, наоборот, дать людям понять, насколько мне плохо было, и как я выбирался из этого, и насколько это всё печально и плохо. Поэтому, как вы сами понимаете, ещё до Мизулины я был мальчиком, который был на стороне добра. Так что вот так вот я отношусь к Мизулиной, и хочется её обнять после этого шоу. Вот. Говорю реально как есть. А гражданство вы говорите? Ты честно скажи, какое у тебя гражданство. Я родился в России, я вырос на парке культуры на Ленинском проспекте, и я как бы, ну, я не знаю, я здесь вырос, родился. Мама у меня здесь любимая, вся семья здесь, царствие небесное. И я русский парень, и с самого начала проблем я первый, кто снял практически в этот же день. В Доминикане тогда было ещё, была возможность отдыхать у меня тогда ещё. Я практически первый, кто снял видео за свою страну. Так что ничего как бы тут фальшиво от меня быть не может, всё и так читается сквозь строки. Я прям начинаю понимать, что я очень сильно хочу ребёнка. И мне нужен ребёнок. Будет в ближайшие пару лет, сто процентов я хочу ребёнка. Во мне это на самом деле живёт и считывается настолько, что я прям понимаю, что я хочу ребёнка. Дианка, моя лучшая подруга, улетела.